Вот ингредиенты для специального блюда шакшука. Вот ставим сковороду на огонь и нагреваем ее до бела, до красна. Ну, не до красна, чтобы было теплое. Затем пойдет оливковое масло. Шакшука готовится только на оливковом масле. Данный продукт шакшука. Добавляют в основном в сирийской кухне. А что за кабачки? Нет, баклажаны. Синие, да. А, синенькие, все. Вот в сирийской кухне добавляют в шакшуку баклажан. Так. Здесь два перца. Два сладких перца болгарский и длинный. И длинный и острый. Нет, сладкий. А, сладкий, да? Здесь помидоры в собственном соку. Все, более-менее будет. Заливаем масло оливковое. Достаточно. Вот так, чтобы оно покрыло. Все, вот оно. Так, ставим... На плиту. На огонь, да. Чтобы оно, наверное, вскипело, да? Не-не-не, совсем просто, чтобы нагрелось. Вот так вот. Теперь мне надо масло сливочного 50 минимум грамм. Чеснока здесь почти головка. Ага. Три лука. Угу. Сколок. Первое. Первый ингредиент у нас идет. Куркума. Куркума. Куркумы. Куркумы. Куркумы у нас пилитой до ложки. Куркума. Куркума красит сильно. Ага. Вот такую ложку. Выжать, сильная. Уменьшить огонь. Чтобы оно... Ложу можно на время снять. Куркума красит. Ну, это здорово. Ну, это здорово. Куркума красит. Хороший? Хороший. Так. Это пошла первая. Тмин. Второй. Второй тмин. Вот и тмин. Вот и тмин. Зира. 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 Угу. Так, за ч... Чуть-чуть. Чабрец. Чабрец. так это у нас что у сбора это рисок узбора тимьян нет хардамон чуть-чуть и что-то такого цвета такого цвета теперь это все замешиваем это надо пусковырнуть наверно и ушах упадет рассыпется сейчас оно подогрится все что использовали убираем чтобы второй раз не насыпать да? да забыли насыпать это мы не насыпали и это насыпали и это насыпали угу какая это насыпали? да на банку начинает вскипать отлично ух ты пузырики мелкие еще раз здесь вот так начинается готовиться шакшу да вот эти специи они в масле начинают раскрываться масло тут так это тимьян и тимьян тимьян мы уже бросали? нет в общем секрет этого блюда это как можно больше специи да? секрет этого блюда оно должно гореть то есть если яичница вот эта не горит то она называется яичница а если горит то шакшука ну а и все что ты сказал угу вот видишь оно с чесноком вот видите оно это уже так это лук с чесноком да уга ух все эти в масле сейчас раскроет свой пунчок и чесночок это блюдо в украине не готовил начал здесь только ты говоришь 3 луковицы и 1 головка чеснока головка чеснока да 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 огромная огромная головка чеснока смотри и лук забрал все масло все видишь уже нет сколько ты масла ты видела сколько из масла башенец видишь вот так вот удобно двумя работать лопатками годами я это блюдо делал и много раз не получалось не получал в чем проблема сделал перерыв где-то большой не делал смотри было вкусно было остро было солено солено да ну так чтобы прямо сожжать не было вот три сколько много лука да да но он же усохнет теперь мы ему дадим отдохнуть добавим огня добавим огня и делаем паузу через время открываем и похоже на жареную картошечку видишь объем уже чуть упал это очень хорошая такая подложка через чеснок и лук на антибиотик такой пускай еще пусть поставим его как раз уже совсем нагуляла со вчера поэтому у меня яйца уже есть гамлет ел омлет конечно наши еще чуть-чуть еще чуть-чуть сейчас добавляем сливочное масло 50 сколько здесь можно еще добавляем сливочное масло взбодрием лучок сейчас лучок станет мягким сливочным натали сливочным маслом взбодрием и сделаем его мягким чтобы он не был твердым видишь он уже такой как кашка как кашка до стал гениально отлично масло растопилось лучок смазался и вот на этом этапе мы добавляем перчик сладкий перец сладкий перец добавляем вот эти порции ингредиентов рассчитаны на эту сковороду если сковорода меньше или больше то есть надо вот эти порции угадать перец добавили и даже как-то перца мало кажется ну поменьше чем лука израильтяне очень много употребляют лук и чеснок понятно странно жарко надо побольше и сразу острого перца зеленого зеленый острый перец возможно будет с этим количеством перца будет как я сказал острова гореть острова ну колой будем колой будем гасить гасить будем колой кто-то кофе нарез уху я потом буду пробовать если она не будет гореть я буду добавлять красного острова перца сухой смесь А если будет предостаточно, то мы будем добавлять его. Просто достанем. Будем гасить бутылочкой красного сухого. Говорит, а что вы такие угашенные? Мы гасили. Мы гасили. Мне кажется, что уже можно ничего не добавлять, уже можно есть. Можно? Почему нет? Ага. Добавляем почищенный хацель, так называемый. Обязательно очищенная кожура, очищенная от кожуры. От кожуры баклажаны, синенькие. Вот они тоже идут на сковородочку. Как грибы, да, похоже? Угу. Я боюсь, чтобы не рассыпать. Угу. Я думаю, что у нас сегодня сковорода будет плотно набито. Угу. Сколько баклажан? Один. Один огромный баклажан, да? Да, это расчет на эту сковороду. Уже надо так поаккуратнее. Ну да, уже перебаливать за борта. Теперь вы можете катать сапфуты. Еще пока нет, но я просто... Ну когда на улице здесь хорошо. Хорошо. Будем пробовать, да. Значит, а вы попробуйте один раз. Не получится. В следующий раз еще один раз. Я пробовал много раз. И много раз у меня не получалось. Потому что надо действовать согласно дискуссию. Да, мы ели разное. Но я сделал... Все равно по-разному кажется. Я сделал свой рецепт, которого нету в интернете вообще. Я соединил... Я думаю, что теперь будет. Я соединил восточную кухню с бессарабской... Теперь будет, да. С болгарской кухней. Спасибо, что добавляете наш кулинарный шоу. В кулинарный шоу, да. А вот смотри, мы... На этом этапе, когда мы положили болгарский перец, я перец синий обычно добавляю сладкой паприки. Сладкая паприка. А я вешу уже на синий. Ну ладно. Добавляем... Сладкой паприки. Ну вот это ты не добавляешь, это ты просто ее высыпал уже. И копченой чуть-чуть добавляем. Копченая паприка. Чуть-чуть. Уже запах пошел, да. Видишь, на эту массу это немного. Одни витамины. Лук, чеснок, перец. Масло оливковое, сливочное. Одни витамины. Лениально. Сколько приправ. Одна куркума чего стоит. Не говорим. Надо же такое придумать, да? Такого мы еще точно не будем продать. Ты пробовал ко мне? Посмотри, сколько в этом блюде ингредиентов. Это просто фабрика вкусов. Это паприка вкусов. Кэшетэмим. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы добавим свежих комедор. Без кожуры. Бланшированные. Бланшированные. Свежие. Комедорчики. Если все ингредиенты будут с огорода, то это будет совершенно другая фабрика вкусов. С магазина все хорошо и вкусно. Но с огорода, лук с огорода, чеснок с огорода, перец с огорода, помидор с огорода, это совершенно другая шифика будет. Согласен, да. Так, смесь дала сок и теперь мы добавляем помидорки какие-то. Помидор, видишь, он уже такой вот. Это не паста, это свежий помидор. Свеженький помидорчик. Да, это мы не выкидываем. Мы сюда добавляем чуть-чуть куриного бульона. Чуть-чуть бульончика. Всю пасту, видишь, заново все тут. Вот здесь уже надо мастерского. Что-то перемешать такое. Слушай, что же сюда еще поместится? Мне кажется, уже что-нибудь поместится. Еще должны яйца поместиться? Так я же говорю, как это? Овощи лучше на сильном или на слабом огне? Не знаю. Ну я думаю, что на среднем лучше, на сильном. Полна кадушечка, да? Полна коробочка. И вот настало время главного ингредиента куриный бульон. Но желательно говяжий. Но желательно говяжий бульон. Чем пожарнее, тем лучше. Вот так вот. Немного. Сто грамм? В зависимости от размера сковороды. В среднем, вот я сейчас залил где-то грамм 70. Грамм 70 бульона. Еще осталось, чтобы запить потом. Мишка пришел. Что такое? Сядь тебе, он принес. Надо это самое протереть. Гариса, что он сделал? Он воду не сделал. Пришло время большой ложки. Так, пробуем. Дегустация. Вкусно? Никак. Не острый. Не острый. Надо было... Теперь мы добавляем чуть-чуть базилик. Вот этот. Василик. Зеленый листик. Добавляется василик. Базилик. Базилик. И, конечно, помидору. Это орегано. Говорят, кашу маслом не очень вкусно. Помидор не испортишь, только помидор орегано не испортишь. Да. Машу маслом не испортишь, смотри, какая масла. Ой. Ой, тут. Ух ты. Ух ты, да? Какой комочек. И жирный. И дырки. И жирненький. И жирненький. Что ты там говоришь? Пока. Ух ты. Мама, что вы говорите? Я знаю, что я говорю. Обычно я делаю с запасом, где-то на полсантиметра ниже. Но в этот раз сегодня мы добавили чуть-чуть. По-стахановский рекорд. Очередная дегустация. Вкусная. Вкусно. Шеф-повар уже говорит, что вкусно. Значит, сейчас мы добавляем... Сейчас мы добавляем чего-то добавляем. Сахарок. Посмотрим, что мы добавляем. Тут есть сахарок. Немного, немного соли. Ложечку соли. Даже, даже можно меньше. Ничего, можно и подольше. Будет слишком солененький. Нет, я люблю солененький. Вот. Вот так. Не будем рисковать. Лучше попробуем добавить. А теперь добавляем... Сахарочку, да? Сахар. Лучечку сахара. Саша любит сгущёнку. Для Саши добавим сгущёнку. Мне нужно, да, сгущёночку. Варенье, конфеты. Вот, даже две ложечки сахара. Это всё из-за меня. Два к одному. Отлично. Два к одному. От неё добавим острые паприки. Острые паприки ещё добавим, потому что получилось не сильно острым. Можно было весь острый перец зелёный. Немного добавляем, перемешиваем. Угу. Вообще-вообще. Ну, поздно, поздно. Ну, сколько ты стоишь обычно, тайминг? Ну, это на 20? Я не знаю. Я не знаю. Чтобы кто-то вкусил. Ух-та! Смотришь, у нас завтрак перейдёт в обед. Тихонечку, да. Ну, как раз уже полусторонно. Ум. Готово. Очередная дегустация. Ммм. И вердикт. Захар, да? Шеф-повара. Ммм. Ммм. Вот и вердикт весь. Так. Орегано. Орегано. Это что-то японское. Орегано. Добавляется. Добавляется орегано. Скуда чуть-чуть. Добавляется немножко. Свежая зелень. Свежая зелень. Ну, потому что всё блинче. Какие-то тушатки тоже есть чуть-чуть соли. В этом, в твоей мутеле тоже есть чуть-чуть соли. Поэтому, возможно, как-то есть немножко соли. Но, наверное, можно попробовать и так. Вот это соль. Перемешаем. Понятно? Ммм. Перемешивайте. Папа зеленушку добавляйте. Ммм. Ммм. Ну, там ещё на дощечке зеленушка. Так. На дощечке в конце. Кыш-кыш. 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 И вот каждый раз получается оно по-разному. Так это же хорошо. Где эти ямняшки? Сегодня... Мои вкусняшки. Дополнительные вот травки. Вообще оно из-за томатов и из-за красного перца. И сладкой паприки должно быть красное. Такое вот. А у меня чуть-чуть из-за куркумы. Желтоватая. Да. Добавляем ещё немного зелени. В виде укроп. Да? Да, это уже почти оно готово. Почти готовое блюдо. Это мы уже под конец добавляем последнюю порцию зелени. В виде укропа. Предпоследнюю. Предпоследнюю порцию зелени. Базилик. Укроп. 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 Базилик. Петрушка. Еще чуть-чуть добавляем паприки. Острый. Острый. Острее. А то я так понял, что последняя дегустация показала недостаточно. Недостаточно. Оно не горит. Не горит. Надо, чтобы грело. Есть острый перец зелёный-красный. Бывает более слабый, бывает сильный. Не угадаешь остроту. Поэтому в конце добавляешь. Ну понятно, на вкус пробуешь. Да, по вкусу добавляем. Так. У нас тут летний борщ получается. Отличный заправка. Торщичок я люблю. Готов. Вылиться. Я не сделаю. Так. Главное. Вот, видишь? Все. Ага. Вот как делается. Может вылиться. Понятно. Ну что делать? У меня поместится. Пыльется. Иду в бафе огонь, чтобы не убавил. Добавил. Делается лунька. И еще одно. Осторожней. Так. Белок чуть-чуть притапливаем, чтобы он взялся. А желток должен остаться жидким. И уже крышкой не накрываем. И крышкой уже не накрываем? Нет. Он должен уже выпариваться. Нет. Понятно. Чуть-чуть присыпем соли. Раз. Два. Три. Раз. Раз. Чуть-чуть черный, молотый. Хороший. Подаю на стол. Я добавляю твердый соленый сыр. И посыпаю как на блюдо сверху, как снег. А потом присыпаю это все черным свежим перцем для запаха. Сыр и брынза, типа брынза, да? Брынза, да. Да, желательно овечья твердая. Твердая тоже. Это уже потом, когда все... Да. Ну, когда нету, значит, фета или еще что-нибудь. Но именно в конце соленая брынза, холодная с холодильника и горячее блюдо, они вот друг друга дополняют. Я на свежую брынзу черный молотый перец. Знаешь, как на снегу, как у нас на Бессарабии снег выпал и сразу машины на снег грязь накидывают. Чуть-чуть добавили кинзы на одну сторону. Полуния. Чуть-чуть кинзы. Кому нравится, тот с кинзой. Кому не нравится, тот, соответственно, без кинзы. И чуть-чуть добавляем чего-нибудь сырного продукта. Брынза, например. Так, надо потом дать остыть до того момента, чтобы он взялся такой массой однородной. Еще не твердое. Оно еще не твердое, но уже твердеет. Представляешь? Надо тук-тук сделать. И вот такой вот. Твердеет. Раз. Из-за чего твердеет? Бульон. А-а-а. Бульон. Это что-то с чем-то. Супер. Блюдо. Это да. Вот, сейчас будем пробовать. Первый раз в жизни. Такое блюдо шахшука. Обязательно черный перец. Обязательно черный перец. Это слива. Берете пирту, вот такую штуку. Отрываете. И ей вместо ложки загребаете вот данную чуна. Это еще не все. И отправляете в рот. И это еще не все. Это еще не все. Секундочку. Теяночка. Горячая, аккуратно. Почелую. Горячая. Не дается. Да. Вот так вот берем и как снег посыпаем. Как снег посыпаем. Еще бразочки. Представляешь, что это будет? Это будет просто обжираловка. Извиняюсь, но... Так. И, наконец-то, перчик. Сюда. Мы сюда добрались мы. И вот так вот. Вот так вот свежим присыпали для запаха. Приправили. Видишь, как снег присыпал. Да. Ну, сейчас. Мама сказала, не надо, значит не надо.